Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Благодаря бурно развивающемуся производству в Китайской Народной Республике, витрины отечественных интернет-магазинов в последние годы буквально кишат товарами с гордым названием телескоп. Давайте вместе на конкретных примерах разберемся и найдем тот минимум, который действительно можно считать настоящим инструментом для астрономических наблюдений. В этом ролике мы расскажем, на что стоит обратить внимание, чтобы не получить телескоп-игрушку или муляж телескопа и не разочароваться после покупки. Чем больше увеличение, тем круче телескоп. Так думает большинство начинающих. Однако главной задачей телескопа является способность собрать как можно больше света и показать астрономические объекты ярче и контрастней. Только это позволит получить большую кратность при хорошем качестве картинки. Поэтому основной характеристикой телескопа является именно диаметр объектива, а отнюдь не увеличение. Итак, запомните, диаметр, а не увеличение. Соответственно, возможности той или иной модели телескопа можно оценить по размеру объектива. Например, телескоп с диаметром 40 мм соберет света в 32 раза больше, чем человеческий глаз. А вот телескоп с диаметром 70 мм уже в 100 раз больше. Итак, свет мы собрали, а что же увеличение? По законам оптики, максимальные увеличения определяются диаметром объектива и для этих телескопов составят 80 крат и 140 крат соответственно. Заметим, что при одинаковом увеличении в модель 70 мм, картинка будет в 3 раза ярче, чем в модель 40 мм. В большинстве интернет-магазинов хитами продаж предлагаются телескопы небольших до 50 мм диаметров, что порой меньше, чем у десятикратных полевых биноклей. Зато маркетинговые увеличения могут достигать у этих моделей нескольких сот крат. Конечно же, такие увеличения эти телескопы обеспечить не могут, и это откровенный обман покупателя. Кроме диаметра, важное значение имеет оптическая конструкция объектива. Посмотрите, хороший телескоп должен иметь объектив из оптического стекла, как минимум двухлинзовый, а хроматический. Это позволит существенно снизить оптические искажения, так называемые аберрации. А вот многие бюджетные модели имеют простую однолинзовую оптическую схему. Такие объективы часто выполнены из оптического пластика и имеют громадные искажения, которые производители пытаются снизить установкой диафрагмы. Это существенно уменьшает фактический диаметр объектива и соответственно снижает яркость изображения и возможные увеличения. Кроме того, обратим внимание на просветляющее покрытие линз. При отсутствии просветления мы потеряем на отражении до 5% света на каждой оптической поверхности, то есть до 20% на всем объективе. Однослойное просветление снизит уровень потерь до 2% на каждой оптической поверхности, то есть до 8% на всем объективе. Многослойное просветление снизит уровень потерь до 0,2% на каждой оптической поверхности, то есть общие потери света на всем объективе составят менее 1%. Далее обратим внимание на комплектные окуляры. Окуляры бюджетных телескопов имеют небольшой нестандартный посадочный размер. Мелкие линзы без просветления и порой даже из оптического пластика. Эти окуляры двухлинзовые или даже однолинзовые с очень малым полем зрения около 25 градусов. Они имеют огромные искажения и способны испортить картинку даже в телескопе с отличным объективом. У телескопов подороже комплектные окуляры стандартного посадочного размера один с четвертью дюйма, с большими линзами и с многослойным просветлением. Они имеют более совершенную трехлинзовую оптическую схему и гораздо большее поле зрения около 50 градусов. Такие окуляры дают более правильную, более яркую картинку. Они не отобьют желание наблюдать и развиваться в увлечении астрономией. Важным в конструкции телескопа является также механизм настройки резкости, так называемый фокусер. У бюджетных моделей он из тонкого хрупкого пластика, имеет значительные люфты и не имеет возможности какой-либо регулировки или фиксации. А малый нестандартный посадочный размер не рассчитан на замену комплектных окуляров. Вы не сможете улучшить или расширить возможности таких телескопов. Модели подороже имеют механизм фокусировки хотя и пластиковый, но более мощный и крепкий, с некоторыми деталями из металла. Он с более плавной и точной наводкой, с возможностью регулировки усилия, с фиксацией положения. Этот фокусер уже стандартного размера один с четвертью дюйма. Возможности телескопов с таким фокусером можно расширить и улучшить за счет широкого выбора дополнительных аксессуаров. И наконец еще одним важным фактором является конструкция крепления телескопа, так называемой монтировки. Ведь без жесткой фиксации трубы телескопа, при увеличении выше 15-20 крат, вибрации картинки не позволят рассмотреть каких-либо подробностей. Кроме того, монтировка определяет удобство нахождения астрономических объектов и подвижек за суточным вращением неба, что особо важно при больших увеличениях. Бюджетные модели обычно имеют маленькую настольную треногу, механизмы подвижек отсутствуют. Это достаточно слабое крепление трубы со значительными вибрациями. Кроме того, для удобного наблюдения, такую треногу необходимо водрузить на тумбу, табурет или еще какую-нибудь подставку, что не добавит ей устойчивости. У некоторых моделей в комплекте уже высокая тренога, но тоже достаточно слабая, тоже с большими вибрациями и тоже без механизма подвижек. Подставка им не понадобится, но от значительной тряски это не избавит. Телескопы подороже имеют треноги с более мощными опорами, которые гораздо лучше гасят неизбежные вибрации. Имеются и механизмы подвижек. Все это обеспечит большее удобство наблюдений, даст возможность применить такие желанные большие увеличения и увидеть множество деталей. Что же, подведем итог. Как видим, телескоп это сложный оптический прибор и чтобы не совершить ошибку, выбирая его, запомните четыре главных параметра, на которые следует обратить внимание. Первое, как минимум двухлинзовый стеклянный объектив, с просветлением и диаметром не менее 60 мм. Второе, окуляры стандарта 1,25 дюйма и как минимум трехлинзовые, с просветлением. Третье, фокусер такого же стандартного размера, 1,25 дюйма. Четвертое, монтировка с устойчивой треногой и механизмами подвижек. Итак, сегодняшний вывод лаборатории Астроскоп. Телескоп не такой простой гаджет, поэтому мы рекомендуем потратить на его выбор побольше времени. Ознакомьтесь с техническими характеристиками и описанием телескопа. А еще лучше, получите консультацию у опытных специалистов. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине. Субтитры сделал DimaTorzok